Развитие связи и цифровизации в Архангельской области. Об этом говорим сегодня в программе «Открытый регион». Меня зовут Мария Даник. Здравствуйте. Мой сведущий Эльдар Хабибуллин, гость студии, министр связи и информационных технологий Архангельской области Павел Окладников. Мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь. Звоните по номеру 211-385, код областной столицы 8182. Также пишите сообщение в группе информационного агентства «Регион-29» ВКонтакте. Здравствуйте, Павел Анатольевич. Да, Мария Эльдар, здравствуйте. Добрый вечер. Такой наш информационный сезон. Программа «Открытый регион» в 2022 году. Мы очень символично начинаем с министром связи. Кстати, поздравляю с наступившими праздниками всеми. И сегодня у нас канун Старого Нового года. О планах мы поговорим чуть позже, а пока предлагаю подвести итоги 2021 года. Ну, наверное, взаимовалось также с наступившими праздниками. С сегодняшним большим профессиональным праздником. 2021 год для нашего министерства был такой действительно объемный, я бы сказал, наверное, фундаментальный, потому что мы заложили, скажем так, большое количество возможностей, которые сейчас будем продолжать реализовывать. Конечно, неоспоримая необходимость Архангельской области, как мы с вами ранее встречались, я говорил, это развитие связи. Как мне кажется, в 2021 году нам это удалось сделать. То есть мы завершили вместе с федеральным министерством, с нашими коллегами подключение более тысячи социальных значимых объектов, доступ к сети интернет, то есть те объекты школы, ФАПы, учреждения, культуры, в которых не было никогда интернета. То есть в конце предыдущего года, можно сказать, что процентов подключены. Большой объем инвестиций, значит, более 750 миллионов рублей было операторами связи в 2021 году израсходовано на развитие сетей связи, то есть строительство базовых станций, было построено более 100 базовых станций на территории субъекта. Это действительно тоже такая очень большая сумма, там из этих 100, где-то, наверное, процентов порядка 15, это федеральное финансирование, также порядка 15 региональное, и хотелось бы здесь отметить отдельно действительно тот остальной объем инвестиций, которые шли именно от операторов связи. Повторюсь, таких объемов в предыдущие года не получалось достичь, но в этом году у нас стоит задача эти объемы только наращивать. Это что касаемо инфраструктуры. На самом деле тоже большой блок, который мы делаем, это, естественно, цифровое развитие, те сервисы, которые мы разрабатываем. Есть, наверное, внутренние, прогосударственные, которые не столь интересны будут. Есть такие внешние, которые как раз-таки будут интересны гражданам. Например, одно из последних таких, это Декабска, это сервис вывоза твердых коммунальных отходов. То есть, действительно, большая проблема, как, когда выносится тот самый мусор, который мы сами генерием. Теперь все это можно в режиме онлайн, причем не какой-то раз в неделю, раз в месяц, ежедневно. Посмотреть, как вывозятся ваши коммунальные отходы, в какое время, собственно говоря, проследить все это с фотографиями. Это тоже такая немоважная задача, которую губернатор перед нами ставил. Действительно, там детально развиваем сервисы взаимодействия. Это и порталы «Наши поморья», это и платформы обратной связи, которые, скажем так, сокращают и облегчают механизм взаимодействия гражданина и правительства Архангельской области. Немаловажная, опять же, история – это инфраструктура транспортная. Не министерства транспорта мы там, не министерства другие, но, как уже говорится, цифровизация – это такая отрасль, которая, по сути, пронизывает все. Сейчас без этого просто вообще никак в современном мире. Я периодически с коллегами беседую, говорю, хорошо, назовите хоть одну отрасль, в которой нельзя, собственно говоря, применить цифровизацию. Нет таких отраслей. Поэтому в 2021 году мы оборудовали порядка 12 перекрестков в Архангельске умными системами. То есть где-то это интеллектуальные светофоры, где-то это системы искусственного интеллекта, которые самостоятельно определяют потоки машины, и, собственно говоря, там разруливают эти тайм-ауты светофоров. Это установили станции эко-метеомониторинга, да, и там большая федеральная программа, рассчитана до 2024 года. Но почему я и сказал, что предыдущий год был такой основой, то есть мы ее заложили. Большой вопрос был отдан именно правопорядку. Это мы действительно серьезно так расширили объем системы видеонаблюдения, пока безопасный город. Это порядка 380 камер дополнительно установили. Плюс большой проект, который мы там 3 года ввели, это домофоны. То есть 3415 домофонов в Архангельске, в Северодвинске установлено. Изначально, скажу прямо, точнее откровенно, воспринималось своеобразно жителям, да, то есть что это, зачем это. Да, теперь все ощутили, во-первых, там удобство, да, там где-то можно дополнительно и с существующими сервисами, и с дополнительными посмотреть, там открыть детям, ну где-то открывается необходимо, там детям домофоны, понять, что, может, там ребенок пришел. Но это большой и огромный такой бэкграунд, это безопасность. То есть я сейчас не буду в цифры, такие достаточно специфические все-таки. То есть тот объем правонарушения, который раскрыт за счет использования безопасного города, вот эта домофонная система, да, он прямо в геометрической прогрессии растет, да, то есть это такая основа как раз-таки именно безопасности. Большой объем, это, естественно, государственные услуги. Мы в том году перевели 138, отцифровали 138 государственных муниципальных услуг, из них 74 мы перевели уже на сам портал госуслуг, да, то есть если раньше мы разделяли, есть что-то региональное, есть федеральное, то теперь для любого гражданина Архангельской области обычное приложение госуслуги, то есть туда заходишь, туда мы перевели. Выбираешь регион просто, да? Да, там получение того или иной, то или иной выплаты в Архангельской области вам вываливается и, собственно говоря, там все это делаете. Но и объем, то есть 138 в том году, да, если там в 2020 у нас было 46, мы таких услуг оцифровали, а в 2019 всего 10, да, то есть такая кратная прогрессия, это тоже, ну, как мне кажется, такая большая заслуга. Плотное очень взаимодействие как раз-таки с Министерством труда и социальной защиты Архангельской области. Здесь нам в предыдущем году, скажем так, нелегко, действительно, такими совместными усилиями, там 33% услуг мы перевели в электронный вид. Опять же, какой здесь плюс для граждан, то есть уже там в 33% пока еще процентах услуг нет необходимости ходить с огромным количеством документов, носить их, подтверждать то или иное, да, то есть там задел на этот год и следующий, там уходить в проактивность, но думаю, с вами еще не встретимся, может в середине года, я вам расскажу. Обязательно, мы прям пометим себе. Да, я заканчиваю с результатами, да, чтобы мы с вами не растягивали. У нас еще будут вопросы. И, естественно, работа МФЦ, это большой пласт, это тяжелый пласт, потому что год коронавирус, да, и на самом деле приходилось, там, скажу прямо там, изощряться, да, чтобы МФЦ работали, потому что большое количество сотрудников болело, и были большие проблемы и с потоками, и с людьми, да, но здесь в среднем мы оказываем, там, около 500 тысяч услуг в год, и там в прогрессии трех лет примерно это цифра постоянно, да, то есть, скажем так, и в коронавирусные ограничения, там, гражданам необходимо получать все-таки государственные услуги, получать выписки и прочее, прочее. Здесь мы тоже справились, за что большое спасибо там большому огромному коллективу МФЦ. Вот сделано было очень многое на самом деле, но все ли жители Архангельской области могут пользоваться теми же сервисами, например, данных госуслугах или какими-либо другими, или остаются еще те точки на карте Архангельской области, которые, где придется еще работать? Ну, таких точек огромное количество, у нас там разное количество, разные программы есть, да, там одна из них это федеральная там устранение цифрового неравенства, сейчас, на самом деле, Архангельская область на голосовании показала очень большую активность, я надеялся, что коллеги с федерального центра уже спустят нам итоговые протоколы с результатами, но, к сожалению, они еще формируются, ну, поэтому, наверное, будут не совсем правильно их там публиковать, но, то есть, первая программа это федеральная, вторая программа это наши региональные, да, буквально там вчера коллеги приехали из Велигодского района, там, доставляли базовые станции уже наши, значит, и еще там есть ряд программ с малыми базовые станции, я скажу прямо, тут скрывать нечего, белых пятен огромное количество, мы тоже по поручению губернатора, мы сделали интерактивную карту на нашем поморе, на портале «Наш поморе» можно найти, то есть, там прямо карта связи, там мы собираем данные со всех операторов, собираем данные с Роскомнадзора, и там так можно очень интерактивно пройтись, посмотреть, что сейчас, где покрыто связью, что мы планируем в рамках регионального финансирования, что в рамках федерального финансирования, чтобы как раз таки понять, белых пятен огромное количество, и, ну, наша там одна из таких основных задач, на ближайшие годы их, конечно, закрывать. А в каких районах больше всего этих пятен? Север, Мизень, Лишуконье. Там прямо самое большое количество пятен. У нас есть два вопроса, вот как раз по этим белым пятнам. Не без юмора, скажем так, или не без иронии они задаются. Везде введены QR-коды. Как можно их контролировать там, где нет интернета? Вот такой вопрос. Например, на ограничение, на посещение общепита и еще каких-то других организаций. Как решается это в Архангельской власти? Естественно, там единственный механизм остается аналоговый механизм предоставления. Но я, естественно, общаюсь с коллегами и с Роспотребнадзора, и с Минздрава. Но, как мне кажется, к сожалению, пока это распечатки в тех же МФЦ, которые предоставляются. Кстати, в этом году более 36 тысяч мы распечатали как раз-таки вот этих QR-кодов. Ну и предоставление паспорта. Но других вариантов пока, к сожалению, нет. Вот еще один вопрос. Как раз мы на этой неделе, не на этой, в начале года давали информацию, что с 1 января постановка на учет в Центр занятости возможна только в электронном виде. То есть, даже если человек не может, у него нет интернета, нет компьютера, он может прийти в Центр занятости и там ему его предоставят. Если нет интернета, вот как быть, если услуга предоставляется уже только в электронном виде? Ну, здесь что сможет помочь, это, конечно же, территориальное отдел МФЦ. Да, понятно, что они там не в каждом малом населенном пункте, они в основном Центральном, но мы делаем ТОСПы, то есть мы делаем выездное обслуживание. Если есть там какое-то количество людей, просто необходимо обратиться в МФЦ, да, мы организуем прямо обслуживание в том или ином населенном пункте, чтобы эти услуги подать. Да, понимая, что, ну, давайте правдить в глаза, да, развитие инфраструктуры и, скажем так, доступа к сети интернет в Центральной России и в Архангельской области, он укратно различается, да, и то, что происходит в Москве, в Петербурге, в Казани и в крупных населенных пунктах, к сожалению, это там с точки зрения инфраструктуры далеко-далеко впереди от Архангельской области. Мы, честно скажу, мы рванули, и мы дальше пойдем в этом направлении. Пока есть проблемы, к сожалению, их необходимо решать, я говорю, это механизм решения, это через МФЦ. То есть пока отделение МФЦ, отделение почты, мы с ними тоже достаточно тесно взаимодействуем. Да, если у кого-то там прямо есть индивидуальная проблема, то так нам будем и прямо решать в индивидуальном порядке. Но такого массового решения нет. Сейчас я предлагаю перенестись в районы нашей области. Буквально вот под занавес, наверное, прошлого года вы побывали в командировке в Няндомском и Вельском районе. Давайте сейчас мы посмотрим сюжет и потом пообсуждаем, с чем же обращаются к вам в ходе ваших визитов жителей тех или иных районов области. В наши дни обеспечение связью и интернетом важно так же, как и строительство дорог и школ. Например, в Вельском районе идет проектирование станций с 4G-связью в двух населенных пунктах. Также южная столица региона активно переводит значимые услуги МФЦ в электронный формат. Для жителей области и района это, прежде всего, удобно тем, что не нужно будет идти подавать заявления в вручном формате, грубо говоря. Все можно сделать, находясь дома, через сайт услуг. А уже на совещании при главе Няндомского района решался вопрос с обеспечением мобильной связи в деревне Ступенское. На следующий год планируются такие населенные пункты, как Буручиха, Лепшановый, куст деревень в районе поселка Заозерный. И это очень отрадно, так как данные населенные пункты не имеют устойчивой связи. Няндомский район выступил как пилотный по реализации проекта организации связи посредством так называемых «Фемтосот». Это малое оборудование сотовой связи. Оно позволяет организовать сотовую связь радиусом порядка километра-полутора без установки специальных антеномачтовых сооружений. Отдельные специальные энергетики не нужно проводить, линии энергетические. Может быть установлено на любом высотном объекте. Хотел бы отметить, что озвучивание населенных пунктов не значит, что это какая-то аксиома, на этом точка. Мы на самом деле только в самом старте пути. И повторюсь, что Няндомский район является пионером и явным активистом. Да, и мы теперь не вправе, по сути, не поддерживать и будем всячески развивать. Всего в 2022 году доступ к сотовой связи и интернету появится в 42 населенных пунктах Поморья. Аким Самедов, Наталья Перцева, Андрей Миронов, Регион 29. Мы продолжаем говорить о развитии связи в Архангельской области. У нас в гостях министр связи Архангельской области и информационных технологий Павел Окладников. Павел Анатольевич, вот только что мы в сюжете услышали, что Няндомский район стал пилотным проектом, районом, где реализуется пилотный проект по малым базовым станциям. Вот если подробнее, что это такое? Это такое решение, которое мы нашли, на самом деле, в конце еще, наверное, 2020 года. То есть, по сути, в населенном пункте стандартный бизнес-процесс, когда мы везем в населенный пункт большую мачту, которую все видят, прокладываем туда кабель, организовываем электропитание. И, собственно говоря, в таких запускаем полноценную базовую станцию на очень большом временном периоде. С коллегами обнаружили и с операторами договорились. Достаточно небольшое устройство, наверное, как лист А4, но там чуть пообъемнее. Мы подключаем его просто к интернету, мы вывешиваем, по сути, базовую станцию, эти самые населенные пункты, там 100 человек, 150 человек, 200 человек, в которых не было связи. С малой численностью. Да, собственно говоря, они бы появились. Почему Ступинская? Как-то так волею судьбы случилось, что там оказался, это был один из первых населенных пунктов, куда приехали, как раз, с этой проблемой. Мы разговаривали с жителями, говорят, ну, действительно, надо бы. Хорошо, и получилось. Да, сейчас такие населения, на самом деле, вот у нас там порядка 40 таких вот будет базовых станций. Это в 2022 году? Да, да, да. В 2021 мы там часть поставили, большее количество было в 2022 ставить, но уже там в 2023 год, и ищем, скажем так, другие механизмы, там уже, как оказалось, по ИО, стоило только начать. То есть, есть и такие базовые станции, есть и такие, и третьи, и пятые. Сейчас мы там берем в тестирование, договариваемся с операторами, чтобы там обеспечивать малые населенные пункты. То есть, действительно, там населенные пункты с тысячей, с полутора тысяч человек. Нам неинтересно, почему. Потому что, в принципе, там связь есть. Она на коммерческой основе, оператор сам просчитывает свои кейсы, и, в принципе, туда заходит без проблем. У нас как раз-таки вот малышей интересует. Вот если вернуться к поездкам по районам, запросы жителей в зависимости от района, они отличаются или всех интересуют, вот примерно одно и то же. Хотят люди качественной связи или чего-то больше? Ну, на самом деле, в основном, типовая зависимость от объема, это связь и это работа МФЦ. Причем даже там не, вот, как я говорил, не услуги, там в цифровом виде, но такой вот полноценной работой МФЦ. Где-то там, возможно, какие-то вопросы есть там по режимам работы. Большое количество вопросов было сейчас по МФЦ связаны с записью. Да, ну, на самом деле, это вынужденная мера, но опять обратная связь говорит о том, что запись дает положительный результат. То есть, люди не толпятся, люди понимают, они работают, как и сегодня мы подойдем к 12 часам, и нам окажут услугу. То есть, в этом тоже есть плюс. Действительно, я повторюсь, нам еще приходится держать такой баланс именно цифрового развития Архангельской области, чтобы не уйти там вниз, в аутсайдеры по региону. И параллельно с этим, необходимо развивать инфраструктуру. И тут и тут опоздать нельзя, поэтому приходится такой держать баланс. Вопрос про белые пятна. У нас есть еще в таком конкретном варианте. Трасса М8, об этом говорил и губернатор, должна быть обеспечена интернетом. От чего это зависит? Понятно, что трасса федеральная. За чей счет должна быть обеспечена связь и интернет на всем протяжении трассы? Ну, по поручению, насколько я помню, представителей правительства федерального и президента, как раз президента и представителей правительства, как раз таки обеспечение идет за федеральный счет федеральными операторами. По подсчетам, скажем так, по сухим подсчетам, не по физическим, на М8 всего 8 белых пятен. Ну, хотя мы с вами понимаем, что их колоссально значительно больше. Основная проблема, почему именно сейчас, скажем так, М8 не застраивается, это поток. То есть, поток автомобилей в средней полосе, на югах кратно больше, чем на трассе М8. Но мы с операторами детально работаем. Во вторник планирую с федеральным министерством, с коллегами побеседовать, что все-таки уделили внимание именно к северам, опять же, и обеспечили им М8. То есть, проблема в незаинтересованности финансовых операторов. То есть, решать это, как мне видится, исключительно только за счет субсидий. И, скорее всего, федеральных. То есть, огромные пространства перекрывать связью, где две-три машины, грубо говоря, рядом, грубо говоря, в день смысла нет. Да, ну и плюс большой вопрос, естественно, это электропитание. То есть, связь с связью, но без электропитания все это, естественно, не работает. Павел Анатольевич, у нас очень большое количество вопросов от наших зрителей. Прямо вот конкретные места обозначают. Например, вот Виноградовский район, деревня Верхняя Ваенга. Мы сегодня не говорили с вами про Виноградовский район еще. В 2020-м были перебои связи. В 2021-м не ловило совсем. Будет ли связь в этом году? Есть ли какое-то решение? Виноградовский район? Я прямо сейчас, конечно же, не отвечу, но мы столкнулись, ну, просто индивидуально, я вот заберу, ты в населенный пункт и контакт, да? А мы столкнулись с проблемой какой? Проблема связана с тем, что меняется базовая станция, там, бой операторов, и вроде бы связь с 3G переходит на 4G, мы все ожидаем улучшения, но радиус действует, да? И это, видимо, я полагаю, наверное, вот эта проблема, мы с Вернадьми об этом переговорим, получается, что где-то там в конце населенного пункта 3G было, можно даже было и видео смотреть, и прочее, то радиус сократился, вроде бы здесь качество увеличилось, а гражданин, который проживал там на конце населенного пункта, да, все уже осталось ни с чем. Еще, если вот конкретно, да, к районам, про север мы сегодня говорили, что там много белых пятен, вот как раз-таки село Долгощель и Мизенский район, когда появится мобильная связь 4G или вот 5G интернет? Да, до конца марта 2022 года, мы об этом уже, на самом деле, Долгощель у нас, мы сегодня только буквально там с Росгидрометом, с коллегами обсуждали там по другим вопросам, задача поставлена губератором до конца марта 2022 года, Долгощель, 4G, мы туда планируем, и уже, собственно говоря, уже, по-моему, изготовлены антенномасштабные сооружения, у нас там сейчас история с логистикой. То есть вот такой хороший прям подарок получается жителям, и ответ конкретный на вопрос. Да, на самом деле, очень активно, я смотрю, даже по тому же голосованию, которое было на федеральном портале, ну, все воспринимали странно, вроде связи нету, как можно в онлайне проголосовать, как раз я продолжаю вопрос, но почему сейчас подсчет идет, там аналоговые письма досчитывают, Минцифра, то есть это все было комплексно. Я-то хотел еще обратиться как раз-таки к жителям, то есть насколько вы активно будете там по взаимоотношению с нами, по взаимоотношению с федеральным министерством, нам, на самом деле, будет проще выделять финансирование. Это вот в отношении долгощеля, там, наверное, такие одни самых активных жителей, которые живут именно в положительном плане, да, то есть они прям за это борются. То есть вот из всех утюгов, там, долгощеля, нам нужна связь. Ну и до конца марта мы обязались это сделать. А вот федеральная программа по устранению цифрового неравенства, она в Архангельской области завершена или завершится в какой временной отрезок? Два этапа. Первый этап, когда ставили столбы, весили Wi-Fi точки, раздавали интернет, помните, еще было огромное количество мемов, да, что школьники сидят там вокруг столба. Да, вокруг столба. Это первая программа. Сейчас вторая программа очень активно идет, УЦН, это населенные пункты 100-500, именно по сотовой связи, там стоят базовые станции 4G. Она, на самом деле, только началась. В 2021 году мы не были включены в нее вообще. Мы с коллегами, с нашими партнерами, операторами, с федеральным министерством договорились, что там 4 базовых станции поставили. В этом году, сейчас как раз-таки, выверка идет там порядка 30 базовых станций на этот год. Программа только начинается, и вот там одна из наших задач, там как можно больше населенных пунктов взять, собственно говоря, построить за федеральный счет. Вот я хочу обратиться к нашим телезрителям. Очень большое количество вопросов с конкретными населенными пунктами. Я думаю, что в рамках эфира все-таки это будет, может быть, неполноценно. Вы нам перешете? Да, конечно. Вот я и хочу предупредить о том, что мы все передадим, и уже после эфира, там, на следующие дни, да, вы получите ответ, потому что это, по крайней мере, будет точнее и, я думаю, что удобнее для всех. На самом деле мы достаточно так активно и, как мне кажется, открыто коммуницируем со всеми жителями, там, и официальные паблики, если есть возможность написать в интернете ВКонтакте или просто позвонить или спросить, как бы. Сейчас, да, любое сообщение в сети интернет, оно является уже обращением в органы власти в том числе. Сейчас поэрганизируют те люди, которые обращаются к нам, скажут, как если у нас не связь интернета. Если у меня нет интернета, как мне пожаловаться на его отсутствие? Мы, на самом деле, стараемся все равно раз в год объезжать все районы, да, там, либо я, либо мои коллеги, там, всегда устраиваем встречи, там, плюс с депутатскими корпусами работаем, то есть, мы, как я вот говорил в сюжете, да, в Вельске, да, в Вельске это было, о том, что мы только стартанули, то есть, не думайте, что если вы там не попали в программу, там, 21-го года или 22-го, да, то есть, мы сейчас корректируем программу 22-го года, делаем программу 23-го года, то есть, это такой, как мне кажется, бесконечный процесс, пока мы там не накопим эту критическую массу уже отсутствия этих белых пяти, но после этого уже можно будет успокоиться. У нас есть очень подкованные читатели, и они задают вот такой вопрос. Наземную связь, включая сотовые вышки, в области сделать едва ли получится, а как насчет спутниковой связи? Сейчас запускаются сети Starlink и OneWeb, будут ли они работать в регионе, или их будут военные глушить? Давайте откроем секрет. Вообще, в государственном сегменте запрещено пользоваться европейскими спутниками, да, там у нас Ямалы над нами, это наши российские спутники, есть экспрессы, да, то есть, там часть российских. Значит, проблема большая в чем, группировка российских спутников пока еще достаточно мала. Мы можем использовать, и на самом деле на этих малых базовых станциях мы используем где-то и спутниковые сегменты, и это работает. Безусловно, там, вы правильно сказали, там прокладка оптики или там постройка радиорулейных линий связи, это кратно дороже, чем поставить базовую станцию именно спутнику, но ресурс, ресурс кратно дороже со спутника, и не то, что кратно дороже, скорость и время отклика, оно велико, поэтому достаточно трудно строить. Мы строим на них, мы используем, и действительно там, ну там, возвращаясь, там, тот же самый проблемный район, там, Лешконский, Мизенский, да, вдоль моря, но мы туда маловероятно, что оперативно притянем кабель. Конечно, мы там у спутникового сегмента используемся. Я честно скажу, не помню, в том диалоге с вами, Ильдарова, я обсуждал, или нет, я закинул заявку на сети Илона Маска, да, попробовать, потестировать, ну там, судя по рекламе, там какой-то космос, но мне пока, к сожалению, никто не ответил, не знаю по каким причинам, возможно, ответили, просто я не получил сообщение. Смотрим, и на самом деле рассматриваем, и даже рассматриваем строительство своей такого хаба спутникового на территории Архангельска, чтобы краски дальнее село обеспечивать связи. Это было бы решение с огромной нашей площадью и протяженностью? Я вам скажу, в рамках строительства более тысячи объектов СССР, мы договорились. С федеральным подрядчиком о том, что 10% они заявляют труднодоступных, но это 10%, в которых, ну действительно, ну просто за 2-3 года не успеть протянуть никакую оптику. У нас на северах, да, работа. Есть проблемы еще там с размещением спутников, что чем севернее, тем хуже, но на самом деле и на новой земле можем, то есть все это работает. Еще вопрос, вот вы тоже упомянули безопасный город и установку камер. Есть люди, у которых свой взгляд на мир. Кто-то в мою подъездную дверь установил к домофону камеру наблюдения. Кто это сделал, не знаю. Это не безопасный город, ни полиция, ни Минсвязи, ни компания, которая обслуживает домофоны. Все отказываются, ни у кого на балансе эта камера не стоит. Хочу ее отключить и демонтировать, где искать концы. Пусть скинут. Судя по тому, что это домофонная камера на Архангельске или Северодвинске, где связь, пусть в ВКонтакте мне либо Минсвязь кинут, мы посмотрим по адресу, скажем, что это. А вообще, чей это был проект? Это был наш. Очень много, кстати, нареканий же изначально было. Сейчас как? Было большое количество нареканий, и у нас были большие сомнения. Мы в ежедневном режиме просто беседовали с подрядчиками. Мы переживали за что? За то, что очень много выломают, скажем так, наведут грязи и не сделают того, чего происходило. Но надо отдать должное, подрядчик сделал все очень чисто, все очень аккуратно, и сейчас все это работает. На самом деле, любая камера, установленная нами, это только согласие, я не помню процентов, что-то 50 или 60 процентов собственников жилья или жителей. То есть все это, у нас там были прямо и жалобов огромное количество. За то, что большое спасибо, мы понимали, где там зреет проблема, и на других домах мы уже такие ошибки не совершали, либо понимали, как сделать более правильно и более удобно для граждан. Просто к нам пусть напишут, мы как минимум посмотрим, чья это, если это наше, возможно, там надо что-то дополнительно объяснить. Но отдельно там по камерам и по домофонам, наверное, хотел сказать, что это не какой-то открытый доступ, да, то есть там никакие там жулики, там недоброжелатели точно доступ к этим камерам не получают, да, если там вы хотите у себя на смартфоне, там как у меня, пожалуйста, вы получаете доступ, да, но если вы проживаете даже в соседнем подъезде, там доступ к этому подъезду вы не получите. Естественно, правоохранительные органы – да, жителей нет, его подъезда нет. Я так понимаю, что это такая боязнь цифрового колпака, под которой мы находимся, что мы в любой момент находимся в объективах камер, не как сейчас, когда мы находимся в студии, естественно, камеры на нас направлены, но когда мы идем по городу, когда мы подходим к своему подъезду, не все любят быть объектом наблюдения. Ну, безусловно, но опять же, поверьте, тем же правоохранительным органам есть чем заняться, помимо того, что сидеть и в ежедневном режиме рассматривать людей, отслеживать их, да. Но я там не буду сказать, там это в основном делается в автоматизированном режиме, да, и там человек уже не сидит, не отсматривает, грузится фотография определенного там, скажем, криминального элемента, да, назовем, и уже система сама все это смотрит. То есть наблюдать умышленно, ну, я более чем уверен, это никому не надо. Вот вы сказали в начале нашего разговора, что в 2021 году тысяча социально значимых объектов были подключены к сети интернет, но ведь за этим стоит нечто большее, да, подключение, это же какое-то и дальнейшее развитие. Значит, например, возьмем образовательный сегмент, да, мы подключили школы, федерация у нас, по сути, оплату трафика, за что большое спасибо взяли на себя, то сейчас он там, ну, технологически для педагогов в школе или там для директора школы это ровно счетом ничего не значит, но дальше мы сейчас к чему идем, мы получили федеральную субсидию в 2023 году, ну, что, подвезти кабель, да, там зачастую в школах было, что вот стоит красивый шкаф, там все жжет, мигает, все вроде здорово, да, вот вам кабель, что с этим кабелем делать, куда его дальше, да, там, компьютеры в школе стоят, там какая-то худо-бедно старая сетка есть, там, из двух-трех компьютеров, в 2023 году мы за счет федеральной субсидии будем строить внутренние сети в школах, да, то есть как раз какие-то там компьютерные классы, там, сети для административного персонала, там, для бухгалтеров, для прочего, 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 да, там, там, в дальнейшем это, там, сейчас перешли, например, на историю там с мировой юстиции, да, мы там тоже сейчас тесно занимаемся, пока не буду углубляться, думаю, там чуть позже, когда мы там уже сложим какой-то пазлик, это только начало, то есть дать инфраструктуру, обеспечить интернетом, естественно, только начало, дальше образовательные там платформы, не только образовательные, но и какие-то познавательные платформы и прочее, 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 Конечно, это только старт. Я всегда привожу пример, что все достаточно локально существуют. Действительно, педагоги, надо отдать должное, у меня мама педагог, особенно возрастные, это кладезь знаний. Но им-то тоже нужна какая-то помощь, новые знания. Они обучаются, дети обучаются. Действительно, Мария, это только начало. Вот, кстати говоря, мы сейчас про образование с вами говорили. Вот Архангельской области в числе претендентов на проведение игр будущего 2023 года. Вот что это за игры, если они у нас состоятся, то что-то даст региону. Я очень надеюсь, что они состоятся. Именно у нас. Именно у нас, конечно. То, что они состоятся, это безусловно. Конечно, хотелось бы, что у нас. Порядка 40 регионов подали заявки на проведение этих игр. По сути, что это? Что это для области? Во-первых, мы, возвращаясь к началу нашего диалога, цифровизация везде. Это как бы тренд. Как сейчас говорится, данные – это новая нефть. И это действительно, я думаю, что в очередной раз в Кутняку пропаганду проведут. То есть, как бы стоит учиться на вот это, за этим будущее. Что такое игры? Игра – это, во-первых, узнаваемость Архангельской области. Что такое узнаваемость Архангельской области? Это и дальнейший туризм, и прочее, и прочее. Для нас это было бы интересно с точки зрения кадровой. То есть, кадровый голод. Скажу так, спрос на IT-специалистов превышает предложение в 27 раз. Это где-то там, может, ноябрьские, октябрьские данные. То есть, просто колоссальная потребность на специалистов IT. Опять вы, Мария, не той профессии. Да, мы уже рядом. Рядом, где-то все рядом, все нормально. Поэтому первое – это, естественно, узнаваемость. Второе – это такой, может быть, как-то удовлетворить кадровый голод именно в Архангельской области, который сейчас существует, и который только нарастает. Третье – я таких мероприятий, причем 9-дневных, еще мы ни разу не встречали и не проводили, и не только в Архангельской, но, по-моему, очень редко даже в России проводят. У нас есть достаточно хорошая база для этого проведения. У нас есть САФУ, у нас есть колледж телекоммуникации. Это такие будут опорные объекты, которые тоже должны жить. А за счет чего они должны жить? За счет новой крови. То есть, свежей умов и крови. Поэтому я считаю, что ровно для этого мы и хотим, чтобы это провели. А что мы делаем для этого сейчас? Как мы стараемся? Слушайте, ну, пока мы на этапе заявки. Мы заявку эту подали, сейчас идет этап обоснования. Там, понятно, финансовая составляющая немало есть. Дальше идет как раз-таки оценка ресурсов, которые под эти мероприятия есть. То есть, понятно, большое количество людей их там, а, надо где-то расселить. И надо придумать логистику цены, надо придумать как раз-таки, где все это будет происходить. То есть, дальше идет обоснование, почему это должен быть Архангельская. То есть, наши площадки готовы, есть место, где проводить, знаем, как разместить и так далее. У нас же проводилось сейчас WorldSkills по айтишной тематике как раз-таки в 2021 году. То есть, площадки есть. Кстати, вот сейчас, Ильдар, перед тем, как ты хочешь задать вопрос, я буквально вчера видела информацию, что айти-специалисты в ближайшем будущем – это вообще самая востребованная профессия будет. Так что… Ну, а я как бы не стал-то говорить прямо, да, вы сами озвучили. Да. Ну, я считаю, что да. Как бы есть основа, это инфраструктура, это связь, да, как мы с вами говорили, там, все, перевожу к примеру, там, детской пирамидки, да, там, она без основания, вот эта деревянная стоит, и вроде так, ну, шатается шатковалка влево-вправо. Это цифровизация. Вот это краски деревянное основание – это инфраструктура, связь. Одно без другого может, но достаточно тяжело. А когда все это вместе, поэтому… Хорошо. Вот, видимо, человек недалекий от сферы айти спрашивает. В Арктике анонсировано несколько проектов по протяжке подводных магистральных кабелей вдоль Северного морского пути. Не пройдет ли такой трансарктический кабель через Архангельский? Может ли нам это быть полезно? Работали, очень тесно мы занимались. Значит, их не один, да, действительно прокладывался этот кабель, там, один, там, по определенным задачам, да, второй, скажем так, по те задачи, к которым мы можем подключиться. Мы считали стоимость подключения. То есть, чтобы нам протянуться хотя бы там от Архангельска и завести сюда кабель, это же нам все под водой, это же надо все бронировать, да. То есть, стоимость подключения, она миллиарды будет стоить. Мы проанализировали с коллегами, то есть, сейчас в Архангельск, именно в Архангельск заходят четыре магистральных линии. Вопрос там задают, может быть, станет интернет быстрее? Ну, кратно быстрее он не станет. Там, в то самое пресловутое время отклика, да, сейчас там, те, кто играет, понимает, про что мы там говорим, но те, кто там в профиле понимает, да, оно кратно не сократится, да. То есть, на самом деле, мы не определились, что такой объем затрат будет как-то колоссально улучшить качество связи. То есть, как бы, это не будет решением, не панацея от всех наших бедных. Ну, причем, у нас, понимаете, у нас панацея-то именно не в Архангельске, нам необходимо решение в области. То есть, приведя там кабель в Архангельск, да, мы не решим вот этих проблем, которые обсуждают. В Архангельске-то со связью более-менее все хорошо, да, вот областную проблему. Вот меня интересует одно дело, да, реализовать ту или иную инициативу, хорошо, вот даже вот сервис по отслеживанию вывоза ТКО. А дальнейшая работа, вот сейчас, все-то очень хорошо работает, без каких-либо сбоев, люди пользуются этим сервисом, либо мы вот еще тестируем. Вы знаете, когда ничего не ломается, все хорошо работает, да? Когда ничего не делаешь или вообще ничего не работает? Да нет, безусловно, там, конечно, есть проблемы, причем мы там оттачиваем, это же не просто там для жителей это... Я ведь не просто так задала вопрос, потому что если мы скажем, что все, мы запустили и работаем, это люди сейчас смотрят и скажут, ага, все это не так, то лучше давайте поясним, что это еще тестирование, да? Смотрите, мы загрузили только ряд населенных пунктов, да, сейчас мы работаем с муниципалитетом, потому что там появились все. Но, понимаете, у нас нет обратной реакции, потому что, действительно, правильно говорить, пока это не столь там активно начали пользоваться. Мы как бы всегда такой краш-тест проводим, да, то есть мы просим людей пользоваться, они дают, там, кстати, есть обратная связь, мы с вами накликали, что все работало. Да, мы сейчас следим за актуальностью данных, и, действительно, сейчас такой этап становления, это большая система, да, но она такая достаточно актуальна, поэтому наш, наверное, призыв как раз-таки пользоваться этой системой, если вы увидите какие-то там проблемы именно в работе системы, нам отправлять, да, если вы увидите, что там ваши не вывозятся те же там эти зеленые ящики или там синие ящики, или там еще как-то происходит, тоже там все это предусмотрено. Ну, система там в декабре запустена, сейчас только... Да, она что-то обкатывается, можно сказать, в любом случае. Сейчас я предлагаю перейти, мы уже, конечно, частично останавливались на планах 2022 года и ближайшую перспективу, что мы должны получить к концу этого года. Как вот определялась приоритетность еще реализации тех или иных проектов? Возвращаясь, да, опять там, инфраструктура. Вопрос инфраструктуры. Значит, у нас, я, наверное, по районам, да, по населенным пунктам, опять же, там, повторяюсь, у нас есть на нашем поморе небольшой, опять же, портальчик, там вся история, связи расписана. Туда можно зайти, если кто-то не может, там, при наших встречах, либо там через, там, главу районов, поселений и прочее, прочее. Значит, у нас на следующий год Верхнетоймский, Вельский, Плесецкий, Пинежский, Мизенский, Красноборский, Няндомский. Это строительство полноценных, больших базовых станций сотовой связи. Значит, и малые базовые станции, да, то есть, на населенные пункты поменьше Верхнетоймский, Каргопольский, Лешуконский, Мизенский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский, Устенский, Верхнетоймский, я уже говорил, Каргопольский, мне кажется, тоже. Да, Онежский, Шенкурский районы. Серьезно? Ну, повторюсь, только начало. Как все это выбиралось, значит, механизмы, естественно, там, земли, это не мы сидели и считали, там, как это проще сделать. То есть, мы еще в 2020 году объезжал с коллегами все населенные пункты, мы разговаривали с главными, разговаривали с жителями, соберите там. Мы собирали там сначала 94 населенных пункта, сейчас список там перевалил далеко за 100 уже. И, исходя из этого, мы там выбираем приоритетный, смотрим там, ну, собственно говоря, там, кто первый, наверное, так был один из критериев. Второй критерий, который федеральный сейчас определяет, это голосование, которое прошло, причем я там возвращаюсь, могу привести пример, только электронное голосование, вот вы говорите, там, проблему в населенном пункте, за населенный пункт, в котором проживает до 200 человек, только электронно проголосовало 960. Здесь надо дать должное просто жителям. То есть, они объединились. Они объединились. Всю свою родню, знакомых, друзей. То есть, правильно, населенный пункт, в нем нету связи, живет 200 человек, проголосовало 960. Ну, мы прям, вот, и таких примеров ни один, ни два, ни три. И здесь, естественно, еще один из факторов, это активность жителей. То есть, мы с вами там, где тоже там долгощили, да, там прям, там, прям, радеют за это, там, там, последний раз, правда, меня чуть не порвали, но... Ну, слава богу, что вы вернулись и пришли к нам в эфир. Вот, с реализацией этих проектов, как много еще останется сделать на территории Архангельской области, чтобы мы могли сказать, что, ну, мы прям вот в лидерах и достаточно хорошо поработали. И все, все приоритеты, которые были определены, они, в общем-то, достигнуты. Я не скажу вам. Это сложный вопрос. Мне кажется, это бесконечно. То есть, создав что-то там определенное, что вы запланировали на этот год, естественно, там, планировали что-то на другие, там, входит какие-то инновации. Я буквально, наверное, там, пару дней назад начал читать книжку, в которой, опять же, там, описывается цифровая трансформация одной из страны, причем такой достаточно лидирующей. И я понимаю, что там информация 2019 года, она уже устарела, да, то есть, там, история цифровизации в год может измениться все кардинально. Поэтому сказать, когда у нас все будет хорошо, это бесконечно, мне кажется, планирование. С точки зрения инфраструктуры связи, у нас там есть своя, там, бизнес-модель, которая, там, первая отсечка будет конец 2024 года. Но это же тоже у нас за отсечка. В рамках этой отсечки хотим показать операторам связи, всем, что не только население, там, тысяча, полторы тысячи человек для вас интересно, а и 100, 200, и даже меньше. Павловск, Велиготского района, да, Павловск, Велиготского района, населенный пункт, поставили базовую станцию. Трафик в Павловске, я там, селение, не помню, селение тоже небольшое, может, где-то 500, 600 или около 1000 человек. Трафик, как в Архангельске, и оператор там насел уже самостоятельно, там, довешивать базовые станции и прочее, прочее, прочее. То есть, это действительно такой показатель. И мы хотим, чтобы, вот, там, к концу 2024 года, нет, конечно, мы не заканчиваем. Если мы понимаем, что там трафик не растет, у Икеи нужна государственная поддержка, мы будем дальше ее оказывать. Но если мы понимаем, что операторов нам удалось, скажем так, развернуть, то здорово, еще быстрее все пойдет. Вот пускай все планы реализовываются, я всегда всем этого желаю, а наш эфир подошел к своему завершению. Я вас благодарю за то, что вы пришли в наш эфир, и благодаря связи работаем и мы в том числе, поэтому пускай все развивается ударными темпами. Большое спасибо вам. И с легкостью. Это была программа «Открытый регион». Всего доброго и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok